ну конечно звук просто адский это какой-то дьявол во плоти всем привет находимся в сервисе около мота меня зовут алексей дальше спонтанно она заказывала выхлоп он приехал и хотим сейчас снять небольшой обзорный ролик про мотик и про установку выхлопа я буду мешаться сегодня вот выхлоп будем ставить arrow еще расскажем пару слов про тормоза так как даже правая рука полностью нормально не работает приходится переносить органы управления на левую руку очень ответственная доработка мотика уже 2 мотик бмв переделан был но не нами мы доделывали переделку чтобы это было более четко и безопасно а уже дукатя делал я причем газ мы оставили справа потому что рука уже может газовать сама скоро и тормозить сама сможет что мы сделали с газом газ мы усилили пружину для того чтобы возврат ручки газа был как бы сказать автоматический потому что открыть газ сил есть а вот закрыть полностью не всегда хватает сил рука устает быстро забивается и поэтому пружина сама может закрыть газ без участия так сказать руки когда рука находится на рукоятке в общем с тормозами у нас было несколько идей для того чтобы реализовать тормоз на левую руку первая идея была это вообще не ставить какие дополнительные рычаги сделать перемычку на блоке bs между шлангами поставить обратный клапан чтобы как бы была комбинированная система торможения как это было на хондах на некоторых при нажатии заднего тормоза у нас срабатывал бы и передний и задний тормоз но технически очень сложно было это реализовать в итоге даша нашла вот такую вот ручку эта ручка дублер заднего тормоза их ставят стантеры ставят на трек для того чтобы дублировать задний тормоз у нее очень хорошая производительность итоге компактные габариты позволили ее поставить без минимального вообще изменения эргономики клип он стоит на своих стандартных штатных местах ручка сцепления также не изменила свое положение не выше не ниже потому что если поставить выше она упрется в пластик если поставить ниже тут уже упрется в пластик нижняя ручка тут все прям по миллиметрам все четко подошла в итоге поставили ручку удлинили изготовили новый армированный шланг вот этой ручки прям до блока bs проложили все даже уже с этим проехал 1000 километров все исправно работает прекрасно тормозит я тоже спокойно езжу в принципе про тормоза все сегодня мы поставим выхлоп снимем штатные поставим пару сколько он тебе обошелся 250 тысяч 250 тысяч улучшитель титановый да есть еще обычный аэро который там только банки титановые идут они стами не знаю чего какой-то алюминий может лечу что-то вот а этот прям титан вот такую дорогую штуку сейчас будет к сожалению аэро не делает фул трассу на дукате не знаю почему вообще на все дукате не делать фул трассу что нами со всем вот этим вот они делают только половинку это pipe и выхлоп сам но звук предвещает быть хорошим я посмотрела по разным видео и везде очень круто звучит поэтому кстати парень из дукате обосрал этот выхлоп сказал типа почему аэро он типа звучит хуже всех дукатисты не понимает ничего в дукате а потом все будут да а потом все будут подходить и говорить вау даша какой классный звук где взяла я тоже хочу это как всегда бывает расскажи про пленку там не знаю про цвет да что у нас тут новый цвет обновление цвета полностью закатали короче полиуретан все круто все красиво бак переклеивали много раз потому что он как-то не очень ложилась пленка именно на этот на матовую поверхность полиуретан ложится даже чем на глянец и очень сложной формы пришлось повозиться и дукате дофига косяков по окрасу очень много все плюются все прям очень сильно короче негативно отзывается об этом потому что покрашен пластик просто как будто баллончиком где-то в гараже причем грязном гараже это кстати особенность именно матовых покрасок с глянцем у дукате как-то лучше как будто красит их в разных местах разные маляры не знаю то есть глянцевые покрашены нормально а вот матовые взять что старые дукате что новые ужасно местами не прокрасы мне лак положен где-то толстым слоем где-то тонким и не маляр не могу там малярными терминами выражаться в общем покрашен плохо пленка места ну вот большие грубая шагрень пленка где-то пузырится ну это все сейчас уже убрано никаких пузырей не было но изначально было много пузырей казалось что оклейка будет выглядеть очень плохо но сейчас он полностью в матовой пленке в полиуретан вы прозрачный и выглядит он просто супер как будто бы пленку на нем даже не видно и пленка дает еще такой равномерный глубокий цвет также на покрыта жидким стеклом для тоже выравнивание цвета и для более сильного гидрофоба что касается цвета мы немножко передумали в течение когда я проходила обкатку то есть мы переклеили его поклеили в полиуретан и потом я приняла решение что я хочу убрать весь красный хочу заменить его на свой естественный цвет голубой то есть мне нравится голубой цвет вот ребята сделали из винила вот такие вот прям вставочки красивые это оригинальные вставки просто они были красные мы их заменили на голубой да голубой для тебя какой синий для мужчин не существует другие цвета синий красный белый черный никаких голубых розовых там пурпурных ничего такого чего еще мы сделали мы поставили сюда такие элементы карбоновые заменили зеркала что все делал еще кстати поворотники нам нужно будет потом как-нибудь сделать и сегодня уже на поворотники потому что мы поставили за ней интегрированный а пошел задний интегрированный стопарь мы поставили и спереди у нас как бы зеркала я не нашла с поворотниками не было нормально когда зеркал вот и мы поставили просто зеркала я делюсь что закупила поворотники чтобы мы установили потому что спереди нужны поворотники хотя мне кто-нибудь moto в москве сказали что зачем ты же едешь зачем их никто не видит мотоцикл спереди, ну, типа, тебе сзади важнее. Типа, спереди нафиг не надо. Но, стоя на перекрестке, например, когда ты стоишь там, тебе надо повернуть направо, а перед тобой машина, и они вообще не понимают, куда ты хочешь. Вот, это важно. Не иметь в себе поворотники. Вот он наш. Многие вообще ездят без поворотников, зеркал? Да и зеркал, да. Вот я вообще не понимаю, как это. Ой, это как у меня на сыре. Какой он маленький. Сказал, я мужчина такое не говорит. В первую брать эту ночь. Какой маленький. Блин, какой он. Какой-то это и пахнет. Красивый. Какой-то пахнет. Какая красота. Эту снимать не будем. Почему? Чтобы не врал. Это что-то, как это называется, флейта? Нет? Что здесь написано, знаешь? Not for road use. Варианты? Не для Америки, типа? Уровень моего открытия. Use. Not for road use. Не для дорожного использования. Не для дорожного использования. Это трековое тело. Не для юз, это юз. Использовать, да. Какая-то карбоновая штучка. Еще пакетик. Дусати пони... Галя. Ви-4. Термопрокладочки для карбоновой накладочки. О, наклеечка у меня на телефон. Что это? Это смазка. Что вставлять потом? Банки вставлять. Знаешь, что это такое? Ключ. А, это натягивать пружину. Да. Блин, болтики такие кого-то. С планеты железяки. Блин, вообще ничего не весит. Знаешь, что если титан болгаркой резать, от него белые такие искры. Не желтые, как обычно, от металла. У нас вторая банка. Они, по-моему, идентичные. Нет, они разные. А это мне на сыр уже встанет. Написано, снимите мотор. Чтобы, наконец, поставить выход, да, там нужно много открутить. Короче, если серово мотор управления к западу тоже снять, то можно поставить обманку, чтобы ошибку не выдавало. Либо просто оставить серово мотор. А у нас будет ошибка? Нет. Вся работа у нас в перчатках. Смотри, масло уже течет. В смысле? Ну все, вот уже мотор потеет. Прямо. Это ведь правда. А что с этим делать? Это опасно? Это коленвал надо менять. Леша! Я твоих шуток? А, кстати, мы еще переделали верх первая передача, вниз все остальные. Да. Делается это очень легко. Мотоцикл под это заточен. В общем, чтобы поменять выхлоп, в принципе, все просто. Откручиваются гайки с заднего цилиндра. Вот этот вот выпускной коллектор задний. Для того, чтобы снять катализатор. Также все по кругу, по катализатору откручивается, сбрасываются пружинки. Датчики кислорода надо открутить. Тросики сервомотора EXAPA тоже надо снять. Катализатор с большим усилием снимается с переднего выпускного коллектора. И потом отчелкивается задний выпускной коллектор. Все, катализатор убираем в сторону. Этот прикручиваем задний выпускной коллектор назад. И собираем уже всю трассу. Тут уже все просто. По картинкам все понятно, куда какие болты. Самая основная проблема это катализатор сдернуть с переднего выпускного коллектора. Он очень плотно там сидит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok